Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardjits и сегодня мы с вами будем разбирать по косточкам и вводить на чистую воду новый потенциальный хит от компании Poco, а именно Poco M5s. Вроде как совсем недавно компания Poco представила парад на глобальном рынке, но уже сейчас его официально можно купить у нас стране. Например, в довольно известном инородном магазине Citilink, ссылочки на приятные цены, как всегда, оставлю в описании под этим видео, так что если аппарат вас заинтересует, можете уже прямо сейчас приобрести его в Citilink, как в целом и любые другие полезные в быту гаджеты, смартфоны, телевизоры, компьютерное железо, которое, кстати, сейчас нехило так просило по ценам, особенно долгожданные видеокарточки. В общем, ассортимент немалый, магазин известный и всё по приятным ценам, так что могу рекомендовать, а с 19 сентября по 2 октября смартфон доступен в Citilink со скидкой всего от 13 990 рублей, а в комплекте с наушниками Redmi Buds 3 Pro суммарная скидка составит до 6000 рублей, все ссылочки всегда будут в описании под этим видео. Ну а начнём мы, как всегда, с комплекта поставки, тут опять же классическая классика для большинства смартфонов от компании Poco, аппарат идёт в минималистичной, лаконичной, жёлтой картонной коробке, открыв которую мы, конечно же, встретим сам смартфон, далее идёт конверт со скрепкой для извлечения сим-латка, фирменным защитным чехлом и, конечно же, руководством пользователя, далее будет USB-C кабель и блок зарядного устройства с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. В целом, комплект поставки довольно богат, есть всё, что нужно для комфортного старта. Что касается дизайна нашего сегодняшнего героя, то Poco MPTS мне напоминает Redmi Note 10s и, по сути, новиночкой является его проапгрейдженной версией. Смотрится аппарат довольно стильно, я бы даже сказал, интересно, за счёт фирменной надписи Poco, которая, кстати, визуально со стороны немного так увеличивает глазок основной камеры. Сам смартфон, выполнен из пластика, имеет глянцевую заднюю крышку. Для тех, кто не любит глянец, есть две версии в матовом варианте, синяя и белая. Как по мне, в синем варианте смартфон будет смотреться максимально выигрышно, но и любителей классики он расстроить уж точно не должен. Кстати, на фоне многих других современных лопат, Poco MPTS с диагонали в 6,43 дюйма смотрится уже настоящим компактом. Ну, не то, чтобы прям маленький, им реально удобно пользоваться одной рукой. Плюс он тонкий, собран весьма неплохо, ничего нигде не люфтит, не скрипит и, конечно же, не болтается. Всё, как и должно быть в смартфоне на каждый день. Ну, а вы, ребята, обязательно выскажите своё личное мнение о нашем сегодняшнем герое в комментариях под этим видео. Далее мы рассмотрим оболочку. Poco MPTS управляется под фирменным Poco лаунчером на базе актуального 12-го андроида и MIUI 13. В целом оболочка работает вполне шустро, каких-то критичных лагов, баговых глюков и прочей непотребщины я не заметил. Ну и сильно зацикливаться на оболочке тоже не вижу большого смысла, так Poco лаунчер на базе MIUI 13 мы уже неоднократно разбирали в других наших видео. Да и думаю, владельцы аппаратов Poco каких-то кардинальных отличий тут не заметят. В целом, повторюсь, я вполне себе приятная дружелюбная оболочка с неплохими возможностями кастомизации. Сканер отпечатков пальцев тут вынесен в кнопку включения. Работает сносно примерно на уровне других смартфонов из этого ценного сегмента от компании Poco. Также в аппарате, кстати, есть и разблокировка по лицу. Сердцем нашего сегодняшнего героя является 8-ядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio G95, работающий на максимальной частоте в 2,05 ГГц. Что ж, добьем оперативной памяти, то тут 4 ГБ оперативки, плюс, конечно же, фирменный буст с расширением до 2 дополнительных ГБ. Накопитель, в свою очередь, разнится от 64 до 128 ГБ, плюс, конечно же, и слот под карточку памяти стандарта microSD, за что отдельный респект. То есть, ничем жертвовать нам в угоду расширения памяти тут не придется. Ставим сразу 2 нано-сим-карты и карточку памяти. Спокойно тянет до 1 терабайта, кстати, включительно. Helio G95, как я уже неоднократно повторялся в наших тестах, довольно удачный чип, который в плане производительности обходит даже G96. G96 вроде как чип помоложе, но по факту отстает на пару процентов и не может записывать и кодировать видео в 4К разрешении, а вот наш герой может. Ну и разумеется, если мы гуртом дружно соберем под этим видео 1111 лайков, я устрою новенькому Poco M5s беспощадную прожарку в нашем фирменном игровом тесте с FPS, нагревом и троттлинг забегами. Играть на смартфоне вполне себе приятно, несмотря на то, что по сути экран тут не имеет новомодной высокой герцовки, зато с частотой дискретизации и чувствительности сенсора все хорошо, тут 240 Гц. Разрешение составляет Full HD+, тип матрицы AMOLED, диагональ повторюсь 6,43 дюйма. Кстати, Poco M5s кроме неплохой производительности может похвастаться еще и вполне приличным качеством звучания. Да, тут два динамика громкоговорителя, а значит аппарат получил полноценный стереозвук. Звучит он примерно на уровне со своими старшими собратьями. Я бы сказал, в грязь лицом уж точно не бьет. Громкость среднее искажение я не замечал. Громкость среднее искажение я не замечал. Вот и добрались мы до одного из немаловажных пунктов в любом уважающем себя современном смартфоне, а именно до камер. И тут наш герой тоже умудрился выделиться среди доступных решений. Фронталочка тут в центре верхней части дисплея, она на 13 мегапикселей. В качестве основной выступает главный сенсор на 64 мегапикселя, ширик на 8 и два модуля по 2 мегапикселя. Один для макро, второй для портретного режима. Что ж, в целом наборы действительно солидны, как за такие деньги. Что же касается качества получаемых снимков, то тут наш герой точно обходит как днем, так и в условиях с недостаточным освещением большинство конкурентов за сходный прайс. Плюс, как я уже сказал, у него есть возможность снимать видео в 4К разрешении, чего уж точно в половине конкурентного устройства не будет. Да, в 4К нет стаба, но не скажу, что картинка какая-то прям сильно дерганная. Ну а при желании можно поставить смарт на любой стедик, благо сейчас они начинаются от пары тысяч рублей и получить качество на голову выше. А вот в Full HD, куда ни ставь, такой детализации и приятной картинки не получить. Так что я считаю лично возможность снимки видео в 4К разрешении большим плюсом. Но сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи нашего сегодняшнего героя. Тест записи видеокамеры смартфона Poco M5s. Запись ведется в максимальном 4К разрешении, это 4К 30 кадров в секунду. К сожалению, в настройках я не нашел системы стабилизации для 4К разрешения. Она точно есть в Full HD, при том довольно-таки неплохая. Сейчас я вам все это дело, конечно же, продемонстрирую обкатаем и стаб. Что хочу сказать в целом по качеству изображения. Ну, в условиях даже с недостаточным освещением. А сейчас у нас слякоть, дождь, осень, все дела. Смартфончик справляется вполне себе неплохо. Видео пишется на довольно неплохом уровне. 4К это есть 4К, как говорится. Так, и давайте-ка проверим систему автоматической фокусировки на макро. Давай-ка, дружище. Ага, есть. На горизонт. И еще раз макро. И еще раз на горизонт. Ну и как я обещал, ребятки, спускаемся на максимально народный Full HD 30 кадров в секунду. И у нас, разумеется, активируется система стабилизации. Сейчас идем обычным прогулочным шагом. И вот такая картинка получается. Давайте-ка немножко пробежимся. Так, бежим. Еще бежим. И немного, наверное, попрыгаем. Раз, два, три. И вуаля, ребят. Мы переключились сейчас уже на широкий угол. Тут у нас в целом точно такая же плюс-минус картина. Есть система стабилизации, что для ширика, конечно же, плюс. Ну а разрешение получается в Full HD 30 кадров в секунду. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут у нас, получается, максимальное разрешение будет в Full HD 30 кадров в секунду. Но есть система стабилизации. Получается, у нас тут стаб, ну, в любом разрешении, разве что, как я уже говорил, в 4К 30 кадров в секунду. Его нет, но в целом картинка вполне себе неплохо детализированная и довольно приятная. Что хочу подметить, то, что, опять же, для небольших зарисовочек, там, для скайпа, по традиции, для ватсапа, фронталочка вполне себе сгодится. Но за счет того, что тут есть стаб, можно вполне себе адекватно поснимать для каких-нибудь там небольших зарисовочек, нетривательных блогов-влогов и так далее. Ну и, конечно же, автономность. Тут у нас красуется неплохая баночка на 5000 мАч. В паре с энергоэффективным железом и AMOLED-дисплеем смартфон спокойно под любой нагрузкой выхаживает прям до позднего вечера. Держит девайсы действительно хорошо, да и заряжается при помощи 33-х ваттной быстрой зарядки. Он вполне себе сносный, чуть менее, чем за час без рекордов, но для его цены неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, все. Как по мне, смартфон получился вполне себе неплохо сбалансированным. За свои деньги на фоне многих конкурентов смотрится крепко и дает мощный отпор. К минусам могу отнести, пожалуй, только довольно маркий корпус. Но и то это свойственно всем глянцевым решениям. В остальном, крепкий зачет. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. В виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч.